хоба привет с вами доктор влад у нас 12 градусов солнечно ребята я сегодня с 10 часов утра жду звонка важного со мной должны поговорить как я себя чувствую после инсульта меня контролируют вот и что так и не позвонили так что если обещали с 10 до 12 но сейчас уже у нас полдвенадцатого ну звонка не было но вдруг если сейчас позвонят я на минутку прервусь и продолжу сегодня 12 апреля я хорошо помню этот день мне было пять лет мы все радовались гагарин я с космосом в россии заправляет жирная свинья ну вы все знаете так что еще президент путин заявил что россия намерена возобновить лунную программу ну давай лети может даже дальше лететь путин назвал события в буче фейком но он сегодня что-то разговорился они там встречались с этим с усатым тараканом тараканом на каком-то космодроме там где-то ну вот он болтал по этому поводу путин двоеточие происходящее на украине трагедия никого никакого выбора у россии не было но вы понимаете то что это такое но я считаю что тут яндекс пишет путин заявил что спецоперации на украине идет по плану план только потеряли но все равно по плану идет путин заявил что считает русских украинцев и белорусов три единым народом ну как ребята вы же знаете я не матерюсь да путин пообещал повысить подполковника лукашенко с какой хрен радости лукашенко насколько мне известно в белоруссии ну ладно так евро что европол начал операцию по вы по выявлению российских активов под санкциями евросоюза операция называется оскар так будут искать активы физических и юридических и юридических лиц попадающих под санкции но будут искать ребята да япона мать нет просто япония утвердила дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из россии японцы разбушевались правильно из бука важные новости под белгородом сам собой взорвался железнодорожный мост по которому в харьковскую область направлялись войска и боевая техника как хорошо сам собой да зеленский зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию от служивших но пускай послужит конечно они же более опытные чем молодежь я евросоюз внес 20 авиакомпаний россии в черный список ну то есть россия потеряла свою авиацию к чертям вот образе бритни спирс объявила о своей беременности ждет третьего ребенка ну надо же как константин райкин подтвердил увольнение из театральной школы да уволили его он высказался что не надо воевать в в украине его уволили сразу так в москве полностью растаял снежный покров ничего скоро черный снег пойдет так в сети появился кадр холма из цветов на могиле жириновского господи но это нанесли у них деньги есть в лдпр так как стивен сигал отметил 70-летие в москве кто пришел на юбилей русского русско-американского артиста он теперь русско-американский артист и пришли главный редактор редактор раша тудэй маргарита симоньян ее муж тигран киосаян ну и так далее имен какой-то имен агаларов музыкант ну и черт бы с ними так что тут еще твиттер а твиттер что-то у меня сейчас плохо открывается потому что о чем я здесь была первым на твиттере сейчас посмотрим так военный преступник дворников решил добавить себе на высшую меру первый день новой службы отметил применением химоружия в мариуполе ну да ребята вы знаете назначен этот садист дворников отвечающим ответственным за спецоперацию путина так русские нацисты применили в мариуполе химическое оружие завтра лавров будет врать что это провокация в ссу и россия не применяет химическое оружие да и опять то же самое фашистская россия применила в украине химическое оружие против мирного населения интересно чего еще ждет запад когда эти нелюди взорвут ядерную бомбу в районе города выборг орки начинают перебрасывать тяжелую военную технику включая береговые ракетные комплексы бастион в сторону финского залива и границы с финляндией нифига себе и вот тут кто-то пишет в комментариях армия суоми ну финляндия 12 тысяч профессиональных солдат плюс 22 тысяч обучаемых призывников каждый год 280 тысяч бойцов численность военного времени и 900 тысяч резервистов кроме того армия полностью соответствует стандартам НАТО если они тогда совок разгромили не имея за душой ничего кроме винтовок и пулеметов страшно представить что они сделают с рашней сейчас да награбленные в украине айфоны потекли в москву знакомым предлагали купить в пол цены да путинские орки изобрели способ определения нацистов в кавычках конечно надо разбомбить жилой дом вокзал или детский сад кто погиб тот и нацист это не взоров так сказал Харьков на Салтовке разрушено более 10 домов за 20 минут много пострадавших некоторых контузило это война на уничтожение всего живого НАТО дайте оружие способное достать Воронеж Москву кнопку нажмем сами украинцы диктатура это Максим Мирович диктатура вырастила в России страшное общество сейчас эти люди искренне радуются резне в Буча и Мариуполе раньше были счастливы из-за подбитого самолета Качиньского а еще раньше поздравляли друг друга с крушением башен близнецов аналогов этого еще не было в мире такое есть поэтичное выражение тяжело смотреть на губы которые не можешь поцеловать это вы просто жизни не знаете это тяжело смотреть на морду которую не можешь набить так канцлер Австрии провел переговоры с Путиным полтора часа без помощников, переводчиков, прессы, рукопожатия итогом переговоров стала химическая атака на Мариуполь маньяка остановит только пули или новичок так если запад не отреагирует то следующей новостью будет тактический ядерный заряд по Киеву так что тут еще твари расистские даже не скрывали своих намерений разрешение из Кремля получено и химоружие из России завезено вот Москва 11 апреля РИА Новости подразделение ДНР не видит смысла штурмовать подземные укрепления завода Азовсталь в Мариуполе нужно обратиться к химическим войскам заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала так так ребята Польша изъяла здание дипс собственности РФ в Варшаве в Россию направила в МИД Польши ноту протеста изъяли все один из самых отважных политиков Владимир Кара Мурза младший задержан в Москве он выжил после двух попыток попыток отравления да ребята такое было а Невзоров Невзоров на твиттере да чуть не забыл тут в суматохе сообщаю о выходе из союза журналистов не считаю возможным сохранять даже формальную общность со сборищем трусов и дураков которые так усердно обслуживают путинский фашизм и преступную войну Невзоров так что тут еще Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина Райкин выступал против войны с Украиной ну я уже говорил да вот на твиттере подтверждают вы будете смеяться но Путин сегодня заявил что Россия возобновит лунную программу тот самый Путин при котором собирались станцию на Луне создать к 2015 году тот самый Путин который лично обещал что мы полетим к Луне в 2019 так ровно 8 лет назад 12 апреля 2014 года началась война на юго-востоке Украины в этот день вооруженные люди во главе с гражданином России Игорем Стрелковым пересекли границу и заняли город Славянск то мы имеем за первый месяц войны гражданской авиации больше нет автопрома больше нет туризма больше нет фондового рынка больше нет продажа доллара запрещена логистики грузов больше нет РЖД дефолт кинотеатров больше нет интересно что будет в мае Путин двоеточие цель спецоперации помощь помощь людям какая же кровавая лицемерная мразь ну конечно Кремль так увлекся криком с пеной на губах что упустил любопытный момент самым просматриваемым русскоязычным чиновником часто и в спокойном тоне говорящим с людьми стал украинский арестович Кремль банально не подумал ни через какого чиновника людям спокойно что-то объяснять и последнее мне жена сейчас объяснила Ельцин продал страну Америке и они получили несметные богатства а сейчас Путин у них все забрал обратно и они стравили русских и украинцев это американцы да чтобы уничтожить всех и захватить все окончательно а я дурак предатель и разговаривать со мной не о чем жена объяснила вот такие дела ребята ну все пока до встречи с вами доктор Влад а